Продолжение следует... Материал этот вам, думаю, знакомый, но комментарии будут весьма полезны. Мне хотелось бы, чтобы вы учёным взглядом бакалавра посмотрели и оценили высокие изящные принципы. Нельзя сказать, что они просты, они глубоки и изящны. Итак, заголовок гидродинамика и термодинамика. Но пункт первый, нулевой, надо сразу оговорить модель. Теперь рассматривается сплошная среда. Очень хорошее и красивое слово «флюид». Есть ещё и «солид». Вот «флюид» – это то, что не солид. В английском языке флюид-меканикс. Физик-флюид – популярное выражение. В русской литературе по словам «флюид» производится жидкость, газ и плазма одновременно. Всё вместе. Вот такая вещь. Теперь, сплошная среда. Что это означает? Есть представление о физически бесконечно малый объём, физически бесконечно малый объём, в котором на самом деле большое число частиц, большое число молекул. Это означает, что можно выделить представление о средних значениях. Среднее значение плотности, скорости и прочее. Среднее значение. А это означает, что по смыслу весь раздел гидродинамики – это на самом деле следствие статистической физики. Стат физика, потому что рассматривается большое количество частиц. Это вот первая вещь. Теперь, откуда берутся основы вот этих основных уравнений? Есть кинетическая теория газов, кинетическая теория газов, которая обосновывает уравнение газодинамики, непосредственно исходя из кинетического уравнения Больцамма. Полезно отметить здесь, что кинетической теории жидкостей последовательной нет. Она не построена. А уравнение есть. Это означает, что феноменологическое описание – феноменология. Чисто из феноменологических рассмотрений, физически бесконечного малого объёма и способности написать соотношение сохранения для средних причин позволяют получить уравнение… Ну как, законы сохранения массы импульса энергии. Вот такие вещи. Это основа. Можно сказать, что… Кстати, феноменологический вывод уравнений гидродинамики наверняка у вас было в разных курсах. Сейчас по курсу физической механики там профессор Сон подробно из феноменологических соображений всё выводит. Основные уравнения. Я хочу подчеркнуть, что феноменология – это основа, потому что под ней последовательной кинетической теории в жидкостях нет. Вот. Это такие вводные слова важные. Теперь пункт первый. Значит, сегодня будет небольшое количество уравнений. Все они совершенно фундаментальны. Их полезно было бы запомнить на память. Вот. Первое уравнение – уравнение неразрывности или непрерывности. Уравнение непрерывности или неразрывности. ДРО по ДТ плюс дивергенция РОВ равняется нулю. Один. Ну, РОВ называется потоком величины. РОВ плотность, но обозначение понятное, стандартное. Теперь несколько комментариев. Комментарии-то очень содержательные. Комментарии. Уравнение непрерывности на самом деле – это смысл. Это сохранение флюида. ДРО по ДТ. Плотность или что-то такое содержание флюида – это минус дивергенция его потока. А поток – это есть РОВ. Примеры, которые не связаны с гидродинамикой, но содержат точно такое же уравнение. Подчеркивают его важность. Пункт второй. Электродинамика. Напишите, сохранение заряда. Точность следствия уравнения Максова в точности. ДРОВ равняется нулю, где ток, электрический ток – это как раз объёмный заряд на плотность. Точность следствия уравнения Максова. Вид точно такой же. Ещё пример. Квантовая механика. Поток плотности вероятности. Точность уравнения. ДРО по ДТ плюс дивергенция G равняется нулю. Где по плотности вероятности приближается квадрат волновой функции. А поток плотности вероятности. ИН. ИН. КМ. Здесь ПСИ на ВПСИ минус ПСИ градиент ПСИ. Вот такая вещь комплексная. По-моему, на 2 он. Ну вот. Так что обращаю внимание, что это уравнение прерывности гораздо общий смысл. Имеет, чем только в гидродинамике. И здесь же в комментариях ещё и третью вещь я напишу. Дело в том, что уравнение имеет детализацию. Пункт третий в комментариях. Детализация. Уравнение. Ну, а не пишите, уравнение диффузии. Уравнение диффузии. Откуда берётся уравнение диффузии? Если у вас многокомпонентная среда, то в таком случае для каждой компоненты ДРО по ДТ, компонент сорта А, то есть дивергенция РО А на В, это есть не ноль, а дивергенция диффузионного потока. ЖА. ЖА. Ну, по закону ФИКО, величина пропорциональна градиенту плотности. Вот полезно отмечу, что сумма всех уравнений, вот отсюда следует, что сумма по А всех уравнений даёт, то есть в левой части, в правой части получится ноль, сумма даёт уравнение 1, уравнение непрерывности, поскольку оно как раз выражается в уравнении массы. Вот. Откуда берётся уравнение диффузии? Если вас не интересует диффузия, а только среднемассовая плотность, то уравнение 1 фундаментально, вот его надо полезно иметь в виду. Очень хорошо. Теперь следующий ход. Уравнение. Пункт второй. Динамическое уравнение. Динамическое уравнение. Оно же уравнение движения. Оно же именное. Два великих имена. Да, три великих имена. Вы их знаете. Это уравнение Элера, который завёл гидродинамику как теорию поля. А кроме того, ещё двое имена. Дамья Стокс. Которые существенным образом усилили уравнение, поскольку учили там сопротивление, вязкое сопротивление. Норильское уравнение. Я его пишу сразу, потом комментирую. РО ДВ по ДТ плюс В на БЛВ. Это правая часть уравнения. А слева собираются все силы. Минус градиент давления, плюс дивергенция тензора вязкости, так и напишите, плюс какая-то внешняя сила, действующая на днице обмена жидкости. Вот так оно выглядит. Смысл простой. Масса на ускорение перечисляет все возможные силы. Теперь комментарии. Тут тоже несколько, очень полезные. комментарии. Первый. Здесь стоит производная. ДПДТ. Такой оператор. Называется субстанциональная производная. Напишите словами. Субстанциональная производная. Это так, как Эллер преобразовал Лагранжа. Вот это описание Эллера, а вот это Лагранжа, который следил за выделенной частицей в жидкости. Что? А, ну, это вы сказали правильно. Надо либо здесь, ну, давайте так. Нет, надо вот так оставить. Правильно, конечно, это я автоматически. Нет, операторно-производная, просто она стоит не только в динамическом уравнении, она встречается постоянно, как мы увидим. Также она выглядит в уравнении теплопроводности, в уравнении диффузии будет выглядеть, в магнитной гидродинамике постоянно такая вещь берёт. Поэтому полезно про неё упомянуть. Это первый ход. Два способа описания. Наверное, когда вам читали гидродинамику, говорили, что это эквивалентный подход достоинства Эллера, что он завёл гидродинамику как полевую науку. Пункт второй. Вязкость. Вязкие напряжения. Здесь стоит дивергенция тензора вязкости. Я сейчас напишу, как выглядит тензор вязкости в общем виде для ньютонской жидкости. Ньютон. Ньютонская жидкость предполагает, что сопротивление слоёв флюи друг от друга пропорционально как радиенту скорости или производной скорости. Надо сказать, что все газы очень хорошо описываются предположением ньютона, а в жидкости далеко не все. Вода хорошо описывается, а вот кое-что не очень хорошо, как вы, наверное, догадываетесь. Я явный вид для ньютонского тензора приведу, потому что понадобится сигма и ка, это есть динамическая вязкость ДВК по ДХК плюс ДВК по ДХИ минус две трети ДВЛ по ДХЛ и плюс взита ДВЛ по ДХЛ. Несколько слов скажу. Выражение ДВЛ по ДХЛ это просто приблизительно дивергенции. По L суммирование проводится. Коэффициент это называется динамическая вязкость. Динамическая вязкость. Коэффициент Z это называется вторая вязкость или объемная вязкость. Объемная вязкость. Но по этому поводу целую лекцию можно прочитать. Только обращу ваше внимание, что ДТ появились потому, что чтобы диагональный элемент тензора вязких напряжений были равны сумма диагональных элементов обращалась в ноль, потому что диагональные элементы представляются в тензоре давления как давление. Это так. Теперь в таком виде мы использовать не будем, а вот популярное выражение для дивергенции тензора в двух важных случаях приведем. Случай постоянства коэффициентов, когда динамическая вязкость постоянная и вторая вязкость тоже постоянная, то тогда дивергенция тензора сигма это есть динамическая вязкость на плане можно свернуть все просто явным образом плюс зита плюс это натрий градиент дивергенции скорости. Вот в таком виде выражение для тензора вязких напряжений понадобится. Ну и наконец самый простой случай классический случай, когда это постоянно вторая вязкость вообще нуля, но это не важно. важно, что рог констант. Вот этот случай классический, с чего он начинал на вере с токс. В этом случае выражение для дивергенции тензора вязких напряжений вам известно. Если плотность постоянна, то же уравнение разрывной следующей дивергенции скорости равна нулю. И в таком случае уравнение на вере с токсом классическое. Это есть просто динамическая вязкость лапла скорости. Нам понадобится и это выражение и это выражение. Зависит от того, какой флюид. Пусть будет. Это комментарий два. Дальше. Комментарий три важный. давление давление Буква П такая есть. Вот в кинетическом уравнении Больцмана, из которого следует уравнение раздинамики, никакой буквы П нет. А здесь оно появилось. Поэтому для давления П есть гидродинамическое определение. Напишите средний поток импульса через единичную площадь в единицу времени. Средний импульс переносимый через единичную поверхность в единицу времени. Вот так. Гидродинамическое определение. Гидродинамическое определение. Импульс переносимый через единичную поверхность в единицу времени. Обращаю ваше внимание, что можете пометить здесь, что в кинетическом уравнении в кинетическом уравнении Больсмана никакой буквы П нет. Так что мы это определение припомним. Дальше. Пункт четвертый. Полезный комментарий. Ключевые параметры. Ключевые параметры гидродинамики. Вы их знаете. Их два. Какие? Число Риднольца и число Маха. Число Риднольца по смыслу сравнивает нелинейность член. Нелинейный член уравнений вот этот вот сравнивает с диссипативным членом. Нелинейность к диссипации. Велико проверить Ра В на Абла В делится на динамическую вязкость лабла скорости. Получите В, Л на кинематическую вязкость. Декинематическая вязкость, кстати, полезно отметить, кредитинка кинематической вязкости и отношение динамической вязкости к плотности. Вот это число Риднольца. Потому что по смыслу сравнивает два разных совершенно эффекта. Нелинейность это вот этот член, а этот член содержит вторую и старшую производную. Если у вас скорость большая, казалось бы, можно в первую очередь пренебречь, однако пренебрежение старшей производной имеет серьезные последствия. И целый ряд явлений вы, конечно, сразу теряете. И второй параметр числа Маха это скорость потока скорость потока к скорости звука. Скорость звука, как выяснится, это чисто термогический параметр, определяемый с сжимаемостью. Он тоже очень важен, потому что характеризует вам течение сразу и термогический процесс с ним связан. О чем сейчас речь пойдет. Дальше. Вот. Теперь дальше. Теперь ремарка по-сказанному. Ремарка. Ремарка вот какая. Очень важная. Уравнение 1, 2. Два уравнения. Содержит три переменных. Содержит три неизвестных. В первом уравнении уравнение 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 стоит плотность и скорость. А еще подключается давление. Внешняя сила предполагается, все коэффициенты известны. содержит три неизвестных. Поэтому пункт второй необходима связь между плотностью связь с параметром. Необходима связь с параметром. Необходима связь пункт три. Сейчас посмотрим на него. Пункт три. Разумеется равновесная термодинамика. Рассматривается флюид в эстетическом равновесии. Температура объем массы флюида константа. Пока. Пусть стоит. Тогда есть два термодических потенциала внутренняя энергия. внутренняя энергия Е и энтальпия. Она же тепловая функция. Для них есть полные дифференциалы, выражающие первый закон термодинамики. Я их выпишу. ДЕ это есть ТДС минус ПДВ. Е это функция от С и от В а энтальпия это есть ТДС минус плюс В ПД плюс H от С и от П. Теперь у гидродинамики стоит плотность поэтому выгодно термические соотношения записать через удельные величины. Напишите удельные величины удельные величины то есть на единицу массы. Ведем понятие энергия деленная на M H это энергия тоже делить на M плотность это есть масса деленная на объем энтальпия маленькая буква S это большая буква S поделенная на массу если это сделать тогда эти два соотношения я поделю на массу и получаю d ε это T dS минус P d единица на ρ dH это есть T dS плюс единица на ρ dP или приведя термонический потенциал к нормальному виду можно записать таким образом но на самом деле я хочу сказать потенциалов теоретической физики термонимедических заводят 4 есть еще два свободная энергия термонимедический потенциал гипса просто везде в дальнейшем в наших лекциях нам вот эти два понадобятся про остальные два даже слова не буду сейчас говорить чтобы не отвлекаться идеология такая если известен один то остальные тоже можно вычислить а эти понадобятся dE 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 TdS плюс ну как я тут дифференцирую P делить на ρ квадрат dR таким образом внутренняя энергия зависит от антропии и от плотности ADH FdS плюс единица на ρ dP энтальпия зависит переменной является энтропия и давление теперь обращаю ваше внимание значит это то что называется соотношение то что называется полные дифференциалы поэтому для того чтобы определить внутреннюю энергию или энтальпию необходимо задать две функции я тут помечу необходимо чтобы были заданы T как функция от S и от ρ давление как функция ну вот эти значения они должны зависеть от параметров давление как функция от S и от ρ это для того чтобы задать гермодинамические потенциал для того чтобы задать энтальпию необходимо задать два значения температура как функция от S и от p и плотность как плотность от S и от p я специально это подчеркиваю задание терменического потенциала H от S от p эквивалентно заданию слова надо написать задание терменического потенциала эквивалентно заданию двух две функции две функции T это есть от S от p и плотность как от S от p две функции известны тогда вы все энтальпию знаете а следующее динамик можете построить вот это все соотношение вот это все соотношение я обозначу одной цифрой три потому что у нее один смысл два соотношения а цифра будет одна вот теперь я прокомментирую не спеша тут есть о чем поговорить комментарии первый ну задание терменического потенциала это современная теоретическая форму первого начала термодинамики первое начало термодинамики классическая форма утверждает что теплота и работа это эквивалентные вещи и закон сохранения теплоты и работы никуда ни энергии не девается это классическая форма а теоретическая форма задать термодинамический потенциал пункт второй термодинамический потенциал в своих переменных если известен если найден то он полностью описывает термодинамику системы это последнее полезное обстоятельство это означает что если мы каким-то образом достали то все очень хорошо все есть определяет термодинамику все термодинамические параметры это важное обстоятельство дальше пункт третий теперь вот к тому что мы комментировали когда динамическое уравнение обсуждали значит для того чтобы двигаться дальше нужна связь между давлением и плотностью такая связь между плотностью давлением и температурой называется уравнением состояния вот я обращаю внимание что уравнение состояния ρ от p от t является следствием а не принципом это следствие термодинамического потенциала следствие термодинамического потенциала а вовсе никакой невысокий принцип ну например в сравнении состояния вы не можете достать теплоемкость никак а термодинамический потенциал все у вас опишет все что угодно дальше пункт четвертый очень интересный вот я здесь вытер а зря давление давление в термодинамике п ну это вот из закона из первого же закона там d равняет tds минус pdv это минус d и pdv да так смысл содержания что это энергия единица объема термодинамическое определение буквой p энергия единицы объема так кто тут бакалавр вы бакалавр вот вам вопрос буква p в гидродинамике буква p в термодинамике это одно и то же или нет напишите себя это вопрос серьезный дело в том что конвенциально считается что это одно и то же условия близких равновесия но глубина тут есть некоторые для обсуждений заметить что для давления можно и другие определенные дать например ну как в школе дают давление как сил действует на единице поверхности вот гидростатическое давление это значит сила сила тяжести от воды это тоже все разные определения которые одна и та же буква p под ними есть но вот обращаешь внимание что конвенциально считается что одно и то же теперь четвертый пятый пункт очень важный важнейший параметр пункт пятый энтропия это важнейшая термодинамическая величина функция параметр вот я не несколько слов скажу почему без нее нельзя есть понятие но энтропия вводится официальная энтропия вводится клаудиус ввел как отношение тепла водевую систему температуре которая имеется что такое теплоемкость обычно все понимают это дку по дт то есть это есть т дс по дт сколько надо вложить энергии чтобы нагреть на 1 градус это все понимают так вот оказывается что сейчас это будет характерно видно я просто вам напомню что теплоемкость на самом деле не характеризует среду а характеризует процесс в связи с того как процесс идет по разному будет выглядеть теплоемкость и подаваемое тепло состояние и среду характеризует именно энтропия и значит по клаудиусу значение энтропии ну то есть так вот определение определение энтропии оказывается что если вы возьмете и посчитаете вот эту величину между двумя значениями то это есть интеграл ДС это есть как раз С2 минус С1 каким бы образом вы из состояния 1 в состояние 2 среду не переводили вот эта великая идея принадлежит клаудиусу в 1865 году приблизительно считается выдающимся достижением теоретической физики 19 века потому что без нее никак нельзя но я в пользу случаем замечу что энтропию можно представить интеграл ДС это интеграл ну ДКО это СДТ СДТ КТ вот таким образом можно представить себе такую вещь 1 2 1 2 я зачем написал я для себя интерпретирую может быть и вам поможет мне помогает я интерпретирую себе энтропию напишите энтропия это интегральная функция теплоемкости что такое теплоемкость обычно понятно интуитивно но она себя ведет неприлично о чем мы сегодня поговорим теплоемкость энтропии ведет себя прилично интегральная функция теплоемкости это вот термодинамическое определение энтропии есть еще одно очень важное здесь же в этом комментарии статистическое определение энтропии напишите словами среднее значение логарифма вероятности это должно быть на слуху среднее значение логарифма вероятности состояния ну тут минус стоит это по определению сумма минус минус WN натуральный логариф WN это идеология статистическое определение энтропии распространяет понятие энтропии на всякие неравновесные случаи восходит двум людям но вот это это формулировка гипса а на него Больцман обратил на это внимание но здесь гипс надо сказать что формула которая написана на доске это формулировка гипса термодинамики по гипсу в начале 20 века сделана так вот конвенционально считается что статистическое определение энтропии и термодинамическое энтропии определение энтропии дефиниции описывает одно и то же то есть это одно и то же здесь тоже глубина серьезная да стат физики если вы добираете рассмотрение структуры флюида состоящего из конкретных частиц а мы это делали в первом задании смотрели газ как выглядит там все можно посчитать прямым образом посчитать энтропию явным образом да потом вы подставляете энтропию просчизненную формула феномологической термодинамики прекрасно себя чувствуете вот так теперь здесь можно ремарку сделать ремарка равновесная термодинамика вот отсюда видно соотношение 3 описывается двумя функциями вот они да две функции h h от sp требует требует двух функций вот они t и ρ и вводят две переменные и вводят две переменные температуру энтропию которых не было в гидродинамике я напоминаю гидродинамики уровней не хватало не хватало да высоким стилем изложили термодинамику сейчас она вся описана но выясняется что для нее нужно два соотношения и две новых переменных да если их подвести опять не хватает правильно вот поэтому пункт следующий пункт 4 пункт 4 уравнение энтропии в скобках энергии ну между прочим здесь полезный подзаголовок неравновесная термодинамика неравновесная термодинамика слушайте уравнение для энтропии я выводить не буду я только декларирую и комментирую да как оно выглядит рот дс по дт то есть в градиент с равняется дивергенция аленда градиент температуру плюс тензор вязких напряжений сворачивается со скоростью и какое-то внешнее энерговыделение поговорим не спеша не пугайтесь я тут поясню упростим после перерыва дело обсудим и уравнения почти закончились так замечательно вот это соотношение заслуживает номера 4 на практике важна температура которую можно померить в отличие от энтропии да здесь стоит две точечки я на семинарах расскажу это свертка тензора по двум индексам d по dxi это вот это вот смотрите это свертка тензора вязкости с оператором набло и со скоростью по двум индексам по i и по k выражение прямое очень длинное я вам сейчас ссылку дам но дело в том что у нас оно в явном виде не понадобится ни разу поэтому этот иероглиф обозначает диссипацию за счет тепла за счет вязкость сопротивления движения но кроме того вязкость еще диссипация энергии вот эта диссипация энергии выражается вот таким вот слагаемым теперь на практике важно уравнение теплопроводности уравнение теплопроводности пометите это упрощенное следствие общего уравнения переноса тепла 4 как его именует ландау я сейчас поясню как это делается но если примерно посчитать ну вот энтропия должна выражаться зависимости о двух параметрах от температуры от давления по крайней мере но если предположить что она зависит только от температуры то примерно дс по дт это грубо говоря это дс по температуре дт по времени а градиент градиент энтропии это ну если ну как с это примерно функция это функция только от температуры тогда это дс по дт градиент температуры если это подставить сюда то вы получите рот т дс по дт здесь стоит дт по дт плюс в градиент температуры а правая часть никак не изъявится первый слагаемый это теплопроводностный поток для градиент температуры дальше стоит диссипация энергии за счет вязкого сопротивления и какое-нибудь энерговыделение оно может быть любым считается что оно известно жулив нагрев или там ядерная реакция что угодно вот вот это я просто подставил только приблизительно потому что так не бывает энтропия не выражается только через температуру величина что здесь стоит что это такое ничего не напоминает тдс по дт что это такое теплоемкость с теплоемкость но она неизвестна она определяется процессом а вы этот процесс заранее не знаете да поэтому уравнение теплопроводности я вам напишу здесь раз по нему лежала ро с дт по дт плюс в градиент температуры это есть дивергенция лям до градиент температуры плюс ну потери связанные с вязкостью в наших рассмотрениях не будет такого случая не будет таких вязких жидкостей чтобы это было существенно но для полноты картины вот это вот уравнение для уравнения теплопроводности из которого можно достать температуру наблюдаемую величину если вы каким-то образом знаете теплоемкость это все детали комментарии важны комментарии два комментарии первое уравнение 4 уравнение ленотерапии это второе начало термодинамики второе начало термодинамики но сейчас в курсе физической механики вам там продемонстрируют но это не очень трудно кстати сделать что обязательно в замкнутой среде ДСПДТ а вот в правой части кстати стоит производная это ДСПДТ полная лагранжевая производная она положительна это первое обстоятельство вот эти дисципативные вещи играют только на повышение энтропии и пункт второй полезно отметить теплоемкость С ТДСПДТ вот определяется процессом о котором желательно иметь какое-либо представление заранее пойдем как решать уравнение теплопроводности определяется процессом а не состоянием среды вот что важно вот это такие комментарии теперь ремарка важная уравнение 1.4 уравнение 1.4 это 5 соотношений для 5 величин P R V T и S значит соотношений хватает для полного описания давайте систему уравнений выпишу я буду постоянно к ней апеллировать всегда в дальнейшем без подробных комментариев пусть она будет итак уравнение уравнение dR dT плюс дивергенция R V равняется нулю динамическое уравнение ρ dV dT плюс V она была V равняется миндавление плюс дивергенция тензоровязкости плюс F 2 причем я дивергенция тензоровязкости напишу в том виде, в котором будет постоянно использоваться. А именно будем предполагать, среда вообще не обязательно сжимаемая, может быть сжимаемая но коэффициенты постоянные если коэффициенты постоянные, то здесь стоит вот такая величина градиент дивергенции скорости. Это уравнение 2 дальше уравнение 3 вообще красиво выглядит, издадим какой-нибудь термический потенциал, но в зависимости от того какой эффект будем смотреть такой я потенциал из 2 выберу. Энтальпия функция от S и P DH это есть TDS плюс единица на роде P на самом деле понадобится T как функция от S и P и плотность как функция от S и P это все соотношение 3 вот эти две строки вот это вот два соотношения соотношение 3 именно они понадобятся потому что понадобятся связанные с ними термонические коэффициенты на следующей лекции потребуется ну и наконец то что я там написал пусть будет РОТ ДС по ДТ плюс V градиент S обращаю ваше внимание вот это вот кстати не что иное как ланграж его производная равняется дивергиенция лямброградиент температуры плюс диссипация тепловая за счет вязкости она имеет второй порядок пункт 4 вот я так формально их написал и буду их использовать теперь резюме должно быть словами резюме вот по этой части слуху у вас должно быть как у бакалавра вот здесь вот все эти иероглифы что означают резюме пункт 1 полное описание напишите полное а не так гидродинамика неразрывна с термодинамикой напишите вот это важное слово гидродинамика неразрывна с термодинамикой и полное описание включает уравнение Тут слова важнее формулы, потому что они весьма содержательные. Уравнение непрерывности, скобка сохранения массы, это принципиальные вещи. Слово принципиально. Четыре принципа. Уравнение сохранения флюида и разрывности. Пункт второй. Динамическое уравнение сохранения пульса. Пункт третий. Вот я вот так и написал. Термодинамический потенциал. Сколько, пометьте? Первое начало термодинамики. И уравнение энтропии, в скобках, второе начало термодинамики. Ещё раз можно пометить, что это пять соотношений для пяти неизвестных. Ещё очень важное добавление. Напишите словами, других принципов нет. Вот из этого будем постоянно исходить, этим пользоваться. Я постарался пояснить ему, откуда взялось, зачем нужно и каковы тут последствия. Теперь, дальше понадобится игра с термодинамическими функциями. Поэтому я вам напомню, как выглядят термодинамические потенциалы. У вас сейчас, наверное, по теоретической физике это есть и было в курсах. Напишите. Пункт следующий. Пятый, шестой. А, нет, нет, нет. Как пятый пункт, да? Пятый. Теперь по физике поговорим. Характерные типы газодинамических течений. Вот, перечислим известные вещи. Как сейчас видно, термодинамика, гидродинамики связаны с друг другом. Зависит от того, какой у вас процесс. По-разному выглядят теплоёмкость. И скорость звука. Первое. Самый простой подход. Классический. Несжимаемая жидкость. Бернули Эллер, что называется. Ро константа. Высокое слово изохора. Напишите, только лучше будет. Изохора. Отлично. Теплоёмкость на изохоре. ЦВ. Да? Был дело? Измеряли по общей физике. Скорость звука на изохоре чему равна? Я напоминаю, что скорость звука определяется сжимаемостью. ДППДРО. На изохоре скорость звука чему равна? Вот именно. Получается, что нету никаких акустики нет по существу. Она мгновенная. Дальше. Дальше. Донежимаемая жидкость. Но в следующий случай давайте так это. Процесс. Ну как? Расширение при постоянном давлении. Расширение при постоянном давлении. Допустим, вот такой процесс организовали, когда у вас П-константа держится аккуратно, медленно, всё, быстро давление выдерживается. Красивое слово изобара. Пусть будет стоять. Теплоёмкость. Теплоёмкость. ЦП. Известно, что она немножко отличается в газе. Скорость звука чему равна? Вот именно. Это означает, что по существу тоже звуковых акустики нет никакой. Следующий красивый ход. Адиабатическое течение газа. Адиабатическое течение газа. Поставьте. Адиабатывалечёт с собой изоэнтропу. Изоэнтропа. Вот это называется газовая динамика. Газовая динамика, которую вы изучили специальным образом. Вот сюда подходит. Значит, газово-сжимаемый, но С-константа. При этом теплоёмкость чему равняется? Чему? Теплоёмкость. Нулю. Отсюда слово адиабатическое. Никакого обмена энергии не происходит. Это имеет большие последствия. Скорость звука в идеальной среде, как положено, она является сжимаемостью на изоэнтропе. Гамма-пэкро. В идеальном газе так было. Ну, а квадрат? Это вот сжимаемость на изоэнтропе. Следующий ход. Можно придумать очень медленный процесс, постоянная температура, изотермический процесс. Изотермический процесс. Медленное течение крови в живом организме. В здоровом 36,6 температура поддерживается. Всё хорошо, красиво. Так, теплоёмкость чему будет равна? Если Т-константа. Да, Т-константа. Кстати, красивое слово надо обязательно. Бакалавр должен говорить красивые слова. Изохора, изобара, изотерма, изоэнтропа. Изотерма. Обязательно. На изотерме что получается-то? Теплоёмкость на изотерме. Бесконечность. Но звук, посчитайте, будет у вас. Только он будет определяться сжимаемостью на изотерме. Это будет П-кро. Это мы сейчас проверим, увидим. Вот такие вещи. Но перед тем, как ещё один пункт записать специально, обращаю ваше внимание. Вот смотрите, что в теплоёмкости творится. Что это такое завеличено? Что это за поведение? Скачет как угодно. Это в известных процессах. Когда у вас известно, как организована. Течение и динамика жидкости. А если вы заранее не знаете, что происходит? Если у вас мах и не очень большой, и не совсем маленький. Жидкость и нежимаемая. Нельзя сказать, что она нежимаемая. Нельзя сказать, что она изотерпическое течение. Что можно сказать про теплоёмкость? Ничего нельзя сказать про теплоёмкость. Надо специально заниматься расчётом энтропии. И без энтропии нельзя. Теперь важное приближение. Напишите, важное приближение. Напишите, баротропная жидкость. Баротропная жидкость. Ну, флюид. Баротропная жидкость, баротропный флюид. Если вы каким-то образом заведёте функцию. Ру равняется ру от п. Чисто формально. И подставите эту вещь к двум уравнениям гидродинамики. То выясняется сразу, что у вас уравнений хватает для описания гидродинамических вещей. Вполне. Сама термодинамика просто отдельно в другой следовательский отдел уходит. Потому что никакой температуры нет, ничего. Всё красиво получается. Очень эффективный подход к делу. По физике таких средств, конечно, не бывает. Но в каждом конкретном эпизоде, для конкретной среды, в каком-то узком диапазоне параметров, можно завести такую вещь. Тогда у вас хватит первых двух уравнений плюс вот это. О, хватит вот это, вот этих двух хватит. И баротропного приближения. Замечательно. Ну и кроме того, вот эти четыре случаи, которые здесь. Упомянуты. Они всё подходят под баротропу. Либо роконстанта, либо на изоэнтропии плотность и давление связаны простым соотношением. На изотермик через уравнение состояния тоже можно получить связь по ИРО. Всё получается. Это важное. Ну а комментарий вот какой? Комментарий тут тоже полезный. Я бы написал его. Я уже сказал, что термодинамика неразрывна с гидродинамикой. Можно написать, что гидродинамика начинается с термодинамики. Напишите, это хорошие слова. А смысл такой, что перед тем, как заниматься гидродинамическими расчётами, что там происходит, необходимо иметь представление о темнорном процессе, как он выглядит. В зависимости от этого, вы имеете представление о том, как выглядит теплоёмкость, как выглядят звуковые явления. То есть это вот такое важное обстоятельство. Теперь давайте следующий пункт. Из этих уравнений будем извлекать очень полезные, яркие теоретические следствия и эффекты на следующих лекциях. Для этого понадобится пункт шестой. Жонглирование термодинамическими переменными. Я напомню, как это происходит. Напишите, термодинамические якобианы. Я сейчас проведу несколько выражений, чтобы потом ими просто пользоваться, без ссылок. Может быть, они вам были знакомы. Даже, скорее всего, вы про них слышали. Пункт был под рукой, сразу из-за высоких позиций. Значит, под якобианом подразумевается вот такая вещь. ДУВПДХЮ. Это определение, которое записывается как ДУПДХ, ДУПДЮ, ДВПДХ и ДВПДЮ. Это вот его дефиниция. Очень удобно. И с ним работают как с дробью. Я вам сначала пример проведу. Пример. Ну, чтобы подчеркнуть определение. ДППДРОС. Обратная сжимаемость на изоэнтропе, выражаясь высоким стилем. Может быть, опытный взгляд вам что-то тут подскажет, что это такое. Но пока формально. ДПСПДРОС. Что это такое, кстати? Не узнаёте? Конечно. Ну, это, это вот то, что это скорость звука, чётко выяснится на следующей лекции. Приходите, не пожалеете. А пока вот будем считать, что это вот такое бы значение. ДППДРОС. Это есть ДПСПДРОС. Записывается представление этой производной вот через екопиан. это есть ДППДРОС. ДППДСРО. Здесь ДСПДРОС. И здесь ДСПДСРО. Ну и формально видно, ДСПДРО на постоянном С это равняется единице, а это равняется нулю, а это равняется единице. Отсюда видно, что вот такое представление совершенно корректно. это не что иное, как ДППДРОС. Очень полезная вещь. Дальше. Понадобится от соотношения Максвелла в термодинамике. Сейчас мы его быстро установим. В энтальпии. ДАШПДС плюс ВДП. В энтальпии всей системы. Это есть функция двух переменных. С и П. Я хочу посчитать перекрестную производную для развлечения. ДАШПДРОС. ПДСПДРОС. Я сначала посчитаю как ДПДСДАШПДРОС. Ну стоит полный дифференциал. ДАШПДРОС. Это что такое? Это В. Это есть ДПДС от В. Ну при постоянном П. Теперь ту же производную. ДАШПДСПДРОС. Функция хорошая, гладкая, дифференцируемая. Никаких особенностей. Я посчитаю по-другому. Я сначала возьму производную ПДСПДРОС. ДАШПДСПДРОС. ДАШПДСПДРОС. Это есть ДПДРОС. ДАШПДСПДРОС. ДАШПДСПДРОС. Ну вот, поскольку это одно и то же, получается, что отсюда следует, что вот эти две производные представляют собой одно и то же. Я каждую из них выражу через ИКОПИАН. это ДАВППДСП. это есть ДТСПДПС. Ну а здесь простая вещь. Я вот здесь вот в этом столбце, вот в этом определении поменяю два столбца местами. то есть ДПВ по ДПС равняется ДТС по ДПС. Ну, видите, как здорово. Теперь посмотрите, знаменатель одинаковый, значит, и числитель одинаковый. Отсюда следует соотношение Максвелла в термодинамике. Я буду им пользоваться автоматически. Наверное, вы про него слышали. Что тут получилось? Красиво. ДПВ равняется ДТС. Здесь же так напишу ДТС это есть ДПВ поделю на массу, чтобы перестать плотностью. значит, умножим на единицу на Н. Плотность это и есть масса на объеме. В наем единицы на РО. Здесь останется ДТ. Вот здесь маленькая буква С. Уделили энтропия. Это есть ДП единицы на РО. То есть ДТС это есть минус Д минус единица на РО квадрат ДПРО. Этой формулой буду в следующий раз пользоваться тоже сразу, потому что понятно, о чем идет речь. Минус единица на РО квадрат ДПРО Вот это вот соотношение Максвелла в термодинамике. Понадлась в следующий раз пройдет сразу. Сдается мне, что оно у вас было, да? Было дело? Ну, в общем, когда-то было, а здесь понятно, что методом жонглирования, красивое жонглирование термодинамическими производными. Очень полезная вещь. Пригодится в следующий раз. Ну и еще одну вещь проверим. Пункт седьмой. Полезное упражнение, результат которого вы знаете. Напишите соотношение для сжимаемости. Соотношение для сжимаемости. Ну, а тут, чтобы не удрить сильно, напишите скорость звука. Скорость звука. Тут подопрок глубоко. Давайте обозначим сжимаемость на изоэнтропе А квадрат. ДП под Ро, С, это А квадрат. Так я пока обозначил. Теперь, теплоемкость при постоянном объеме, это же теплоемкость на изохоре, при Ро константы. Поэтому это есть Т, ДС под ДТ, при постоянном Ро. теплоемкость при постоянном давлении на изобаре, Т, ДС под постоянным Ро. Просто полезно проверить. Да, еще. Вот это вот напишите. Да, еще. Определения такие. ДП, П, ДРО, С. Напишите, что это обратная сжимаемость на изоэнтропе. А ДП под Ро Т, ДП под Ро Т, это обратная сжимаемость на изотерм. Поэтому сжимаемость на изотерм. Терномический параметр. Это есть ДПТ делить на ДРО Т. Но хочу проверить простую вещь, которую вы знаете. Хочу подставить вот такую вещь. ЦП к ЦВ ДП по ДРО на изотермии. Что получится? Напомню, ЦП к ЦВ это соотношение показателей яббаты по Асуна. Что это такое? Что должно получиться-то? Давайте проверим. ЦП это Д СП по ДТП это я ЦП подставил. Вместо ЦВ Д Д СРО ПД ТРО а здесь поставлю ДПТ по ДРО Т. Ну вот. Вот смотрите, вот эти у меня вещи ушли со знаком минус 1. Вот эти тоже ушли со знаком минус 1. Это одно и то же. Осталось Д ПС по Д РО С. А это не что иное, как термонимический кабиан. Представляется вот сжимаемость на изоэнтропе ДП ДП под РО С. И это есть не что иное, о чем мы в следующий раз точно посмотрим. Возмущение на изоэнтропе малое возмущение звук, акустические колебания в любом флюиде так будут выглядеть. Ну вот, очень полезная формула А квадрат это есть ДП по ДРО С равняется ЦП к ЦВ ДП по ДРО Т. Ну, напомню историю. ДП по ДРО Т сжимаемость на изотермия по ней Ньютон скорый звук сначала определил. Лаплас поправил, получилось точно. А это вот тогда появилось, когда завелась энтропия. То есть это уже Клаузиус привел. Кстати, здесь полезно два комментария тоже сделать. Комментарии. пункт первый. Сжимаемость на изотермия. ДРО ДРО по ДПТ. У меня это развернуло. Вот этот коэффициент точно называется сжимаемость на изотермия. Ее можно получить из уравнения состояния. Следует из уравнения состояния. Это замечательно. Уравнения состояния есть? Сжимаемость посчитали. Прекрасно. Сжимаемость на изоэнтропии нельзя получить из уравнения состояния. Изоэнтропии дело серьезное. К ней надо привыкнуть. И вы потом поймете, что без нее никак нельзя. Без теплоемкости можно. А дружить надо с энтропией. Вот ее нельзя получить из уравнения состояния. зато сжимаемость на изоэнтропии легко следует из скорости звука. Ну потому что скорость звука дп по дыру с скорость звука измеряется обычно, а значит сжимаемость на изоэнтропии можно получить из скорости звука. То есть дыру по дп единица на ро на с это единица на ро а квадрат. Вот такая вот вещь получится. На следующих лекциях все технические детали понадобятся. Будем они жонглировать, использовать. В заключение хочу заметить, что небольшое количество соотношений полезно знать на память. Я вам скажу, что полезно знать на память. Уравнение неразрывности пожалуйста надо знать на память. Уравнение на вес токса хотя бы в классической форме, когда вязка с членом представляется классическим образом, тоже полезно знать на память. Пожалуйста, из четырех термометических потенциалов выберите один, который вам больше всего нравится. в теоретической физике предпочитают свободную энергию, потому что у меня замечательные переменные. Но может любой другой, пожалуйста, любой из них запомните. Да, вы равны теплопроводности, если запишите, красота. Всё, если вы эти вещи пишете, после этого говорите, что вы всё из них можете получить. что мы будем делать. Всё? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok